В Битаровском лагере под Нью-Йорком был похоронен через два дня на кладбище Новой Монтефиори, Нью-Монтефиори, в Нью-Йорке, а затем через 24 года был перенесен на гору Герцля. Это вечная память. И хочу вам представить нашего гостя Зеев Гейзель, Барт, математик, блестящий переводчик. И мы с ним сегодня поговорим о Жаботинском как раз как о человеке, как о гуманисте, либерале. И говорить будет в основном он, а я буду как раз пытаться подтверждать те или иные его тезисы стихами, вернее, стихами и переводами самого Жаботинского. А потом мы прочитаем как раз перевод Зеева, который он сделал, с моей точки зрения, блестящий перевод к великому стихотворению, но об этом в конце. А сейчас хочу вам сказать, что мы все говорим Зеев Жаботинский. Мы говорили о нем как о политике, мы говорили о нем как о военном деятеле, мы говорили о нем как о учителе жизни, мы говорили о нем как о базисите. Но в общем-то Зеев Жаботинский это явление, которое выше, чем все эти перечисленные и любые другие вещи, которые мы будем, или категории, которые мы будем перечислять, потому что его величие именно в том, что он человек, мы так и даже назвали, да, человек возрождение. Но если разобраться, он даже человек протовозрождение, потому что мы знаем там высокое возрождение, это 15-й, конец 15-го, 16-й век. А если присмотреться, то Жаботинский, он, конечно, человек-кватраченто 14-го века. Почему я об этом скажу? Ну, он прежде всего величайший гуманист, и тут я хочу передать слово Зееву. Здравствуйте, Зеев. Добрый день, вечер. Вечер. Я так понимаю, что можно говорить. Нужно. Зеев Бен Йона, он же Вольф Евнович, он же Владимир Евгеньевич Жаботинский. Впрочем, биографию пересказывать малосмысленно. А то, что нужно сказать, на мой взгляд, это следующее. Он действительно был человеком возрождения. И это проявляется в двух аспектах. Во-первых, в огромном количестве тем, которыми он занимался, не просто тем, а направления его деятельности, которые удивительным образом связаны с друг с другом. Во-вторых, в его видении, это, наверное, нужно нажать, в его видении. Дело в том, что когда мы говорим о возрождении том, неважно, сейчас мы говорим о Квадо Ченто или 15-16 веке, главное, что деятели Венессанса подвигало, это ощущение некоторой великой цели, которая перед ними стоит. Без этого бы не было, понимаете? Человек сначала видит цель, а потом, как правило, что-то делает. Жаботинский является синтезом более-менее трех, как я вижу, направлений. Не направлений даже, а вот плоскостей, не знаю, как точно. Во-первых, он, безусловно, вот если отличиться от его еврейской составляющей, то он, безусловно, является европейским национальным либералом в том виде, в котором мы видели это, ну, не знаю, в Италии, да? В его любимой Италии Гарибальди. Он не случайно так любил Гарибальди и так, наоборот, не любил. Жаботинский, он же Гарибальди возвращается. А, Жаботинский, он же Гарибальди. Понятно. Да, это действительно, то есть мы забываем о том, что Гарибальди – это не только человек, который объединил Италию. Он сделал национальную либеральную Италию. И потому, что вообще сама идея национального государства, она относительно новая. Мы спокойно читаем, как еще несколько сот лет назад, король Шотландии и Франции. Почему, собственно, нет? То, что государства становятся национальными, что это связано с национальной идеей, это относительно новость. И с ней боролась другая идея, имперская идея, разумеется. А второе, что вот это вот национальное развитие, опять-таки, если мы посмотрим, не знаю, тот же Гарибальди или... Неважно, я сейчас не хочу даже... Начнется спор, насколько это точно. Это, с вами, не лето. Речь идет и о либерализме в классическом смысле. Сегодня слово либерализм настолько испоганено, что либералом считаются почему-то те, кто аплодирует каким-то там погромщикам за правое дело, к чьей жизни более равны и так далее. Либерал в том классическом смысле, в каком он появился в Европе и так далее. Это второе, связанное с первым, разумеется, направлением, это второе направление, вторая плоская, представление о том, как общество должно существовать. Жаботинский здесь же вступал в спор. Дело в том, что... Дело в том, что главными конкурентами либерального развития тогда были, разумеется, социалисты. Социализм не является демократическим... Сегодня есть понятие социал-демократии, конечно, уже давно, но по определению социализм не требует ни либерального общества, не требует демократии. В каком-то смысле это конкурирует... Нет, это, разумеется, конкурирует и в каком-то смысле даже мешающая идея демократии для социализма. Жаботинский же четко понимал, что демократия — это инструмент, и он идеален, просто государство должно быть демократическим, общество должно быть демократическим, но тут он не цитил Вилл Черчилля, я подстаю у Черчилля, что демократия — это худший вид правления, чем всех остальных. Он прекрасно понимал, что и в демократии могут быть проблемы, и что не только воля большинства, но и защита меньшинств — это также важно. И третье, разумеется, составляющее его мировоззрение — это, разумеется, еврейское. Дело в том, что Жаботинский, который получил прекрасное европейское самообразование, Жаботинский, который был космополитом по местам его пребывания и так далее, по знанию языков, я к этому еще вернусь, к знанию языков, он был очень-очень-очень еврейским человеком. Он был не только евреем по национальности, не только евреем по устремлению, евреем по отчаяниям. Для него важнейшим элементом было, что хорошо для еврейского народа. То есть он был патриотом будущего государства, который еще нет, но и патриотом народа. Он был евреем, который впитал в себя вот ту атмосферу соединения классики, традиций и модерны, тоже назывался москелием. Опять же, не хочу сейчас влезать в споры терминологические, но для него еврейская составляющая была интеллектуально важна не меньше, чем либеральная составляющая, разумеется. Вот я бы сказал, что это то, из чего он был соткан. Из еврейской культуры, из еврейства, из еврейской культуры, из либерально-национальных движений, национально-либеральных движений, которые в Европе появились в XIX веке более-менее. И он прекрасно понимал, что евреи чуть-чуть опаздывают. И он хотел, чтобы евреи успели вскочить на этот поезд. Вы подумайте, ведь представьте себе, что национальные государства, не дай бог, не было бы создано в 1948 году. Легко представить себе, как сложно было бы это делать сейчас. Почти немыслимо. В тот момент, когда появилось еврейское движение, идея национальных государств была естественна. Он приводит пример, например, албанских националистов. Кто вообще слышал тогда, что есть Албания? Но правильная постановка... Про великую Албанию. Ну, про великую Албанию сейчас не будем говорить, это тоже неведомо кто. Но албанская идея национальная тоже была совершенно новой. Но он говорит, я сейчас им завидую, потому что они успели это подтолкнуть, идею. А мы еще нет, это еще не очевидно для всех, что должно быть еврейское государство. Албанская... Вот, например, курды точно, ну, пока именно на настоящий момент опоздали. И так далее. Вот. Значит, это что касается его взглядов. Я могу по поводу каждой составляющей отдельно говорить. Например, если говорить о лберальных взглядах, например, отношение к женщинам. В Европе... Давайте мы это оставим на конец. Ну, хорошо, да. Давайте мы это... Я имел в виду в политическом... Равноправие женщин. Хорошо, оставим. Он говорил, что... Я пытаюсь спросить по памяти, что то, что отличает цивилизованного человека дикаря, от дикаря, это уважение к женщине. Ну, у него еще было несколько определений, что отличает. Вот тут как раз я хочу, если мне будет позволено, прочитать маленький отрывок из его статьи «Королевские дети». Вот... Да, известная статья. Да. И он пишет. Когда я ищу истоки новой еврейской ментальности, ярче всего выраженной в мировоззрении Бейтара, я прихожу к идее королевского достоинства в человеке. В том смысле, поскольку эта идея относится к еврейскому народу, я передал... И это я передал в гимне Бейтара. Ну, там на иврите тут перевод... И вот, конечно, похуже чей-то, не знаю, еврей даже в бедности принц, будь он рабом или бродягой, он создан быть королем увенчанным короной Давида в мраке и в свете, помни об этом венце гениальности и вызова. И когда он... Он говорит, когда я писал эти строки, я имел в виду всех людей, и греков, и банту, и северянина, и эскимоса, ибо они все были созданы по образу Божию, о чем мы узнаем из первой главы Библии. Но Библия не ограничивается этим сообщением, она намекает на то, что люди почти боги или дети бога. И вот тут я хочу сказать такую вещь, что с моей точки зрения, кроме вот этих трех вещей, которые ты, Зеев, сказал, еще очень важен удивительный гуманистический толчок жаботинского всего народа нашего, но и вообще всего человечества в сторону именно вот этого идеи, что люди, они королевские дети, они дети царей. Вот это такая необыкновенная вещь, которую мы забываем. Это одна из самых важных, с моей точки зрения, идей определенной, могут до конца не достроенной философии Жаботинского, которую он пытался нам передать. Отчасти мы ее приняли. Я, с твоего позволения, ответю. Это действительно важный аспект того, что называется национально-либеральным мировоззрением. Дело в том, что мало кто, ну, тот, кто читал Жаботинского, видел, как много он, например, посвятил защите прав просто других народов. Даже не защите прав, а защите права национального существования. То, что написал, он писал, например, про украинцев, про украинский язык, это, я думаю, что это необычально актуально и сегодня на Украине. Или в Украине, не знаю, как сейчас там правильно говорить. Я должен сказать, что в свое время, в 90-е годы на Украине действовал фонд за международное взаимопонимание имени Жаботинского. Да, было такое. И его создатель Лариса Скорник рассказывала мне, что она была из семей таких диссидентов, из семи диссидентов, украинских диссидентов. И эти украинские диссиденты считали Жаботинского как подтверждение справедливости, находили в нем подтверждение справедливости своих национальных идей. Есть у него статья в защиту, даже не в защиту прав народа, а именно в подчеркивание прав национальной самобытности якутов, например. Про итальянцев, его любимых, и говорить нечего. Для него действительно это было очень-очень-очень важно. Но дело в том, что когда был принят гельсинфорская программа 1900 поправь меня восьмой или шестого года, который считал там сам главный достижение своего юного сионизма, там же речь шла именно не о том, что всех по боку наше право и все прочее. Речь шла о том, что есть естественное право народов, всех народов, мы евреи, нас интересует наше право, не потому, что мы отрицаем право кого-то, нам пора уже заниматься своими правами. Он ничего не имел против того, что другие народы занимаются своими правами. Его смешили, просто он доходил до сарказма, когда описывал евреев, права, сражаются за чешские, считая себя чехом, или поляком, или немцем, или русским, как они сражаются за права в ожидании выставить их за дверь или не выставить их за дверь. Ну, там знаменитые случаи, когда были разные попытки объединения писателей, пишущих на славянских языках, из Польши и Чехии отказались приехать. Кто? Конечно же, евреи, пишущие на этих языках, потому что они не хотят служить русскому империоризму, они отставят свои, подчеркивается, национальные права и так далее. Это его действительно раздражало, смешило, как хочешь, но то, что у любого народа есть, безусловно, право на свою национальную и суши, из него было очевидно. И у нас евреев тоже. Мы, евреи, это забыли. И мы должны это вспомнить. Так что его сионизм из этого герсонфовского подхода следовал Вадикал совершенно естественно. Тут противовечия в этом нет, на мой взгляд. Абсолютно. И вот я как раз хочу подчеркнуть то, что ты сказал, это ответ Струве. Он пишет, самое лучшее, самое прекрасное в мировой культуре это именно ее многообразие. Каждая историческая нация внесла в нее свои особые, неподражаемые своеобразные вклады. И в этом бесчисленном множестве форм, а не в количестве результатов, и заключается главное богатство человеческой цивилизации. То есть в множестве форм, а не в количестве результатов. Да, Жаботинский явно не любил идеи другого известного еврея, Зимингофа, изобретателя Эсперанта. Да, несомненно. Да, впрочем, мы знаем, что в конце концов Зимингоф стал сионистом и хазар-бетшува, так что это уже некто. Кстати, что касается языков, языка и языков. Жаботинский не просто знал языки, он писал на многих языках и говорил. Я довольно неплохо был знаком с его внуком, то есть я до сих пор с ним знаком, потому что давно как-то год назад по-моему видел, недавно говорил с ним, который тоже Зеев Жаботинский, который доктор математики, боевой летчик в прошлом. Вот, и он рассказал историю, которую вот в семье, что Жаботинский ехал на какой-то конгресс в Португалию. Это было нужно ехать поездом, через сурок было много времени. Он взял с собой самоучитель португальского языка, чтобы в Лиссабоне прочитать речь по-португальски. Это сделал. Он блестяще знал около 40 языков. Блестяще знал, значит, мог произнести речь. Понимаете, не всегда знание языка это хватает, но особое место, конечно, занимали у него три языка. Ну, по-итальянски отдельно можно говорить. У него занимал, конечно, русский язык и, конечно же, иврит. что касается русского языка, тут, во-первых, я хотел показать, нужно, не знаю, все ли видят, вот, эта книга, ну, все верят, что это Бялик, 16-го года. Вот я двигаюсь переводы Жаботинского. Я не знаю, видно это или нет. Видно или нет? Видно, видно, друг мой. Это у 16-го года, вот такая книга у меня есть и так далее. Между прочим, когда говорят о том, что Жаботинский, что Горький высоко оценил Бялика как великого народного поэта, Горький оценил, разумеется, Бялика в переводе, в переводе Жаботинского. Вообще, место Жаботинского в русской литературе это нечто особое. Не только переводы Бялика, Жаботинский заслужил восторженных похвал от того же Горького, например, за его поэму, если не ошибаюсь, Шарлотта. Куприн, который не отличался с повышенной любовью к евреям, написал и не нужно мне, пожалуйста, вспоминать Тессан Гамбинус, потому что не любил он евреев Куприн. Так вот, Куприн написал... Он ничего не вспоминает. Не любил и имел право. И имел право, в конце концов. Меня же не требует, чтобы я вообще... Лев Толстой говорил, что хочет любить все человечество. Вот. Куприн говорил, что вот то, что ты Жаботинский увлекся сионизмом, сионизм, это у нас, говорили, Орла русской литературы. Он видел в нем Орла русской литературы. Он написал следующая главная звезда. Ну, Чуковский... Я хочу это подтвердить, что он орел русской литературы, прочитать один перевод Бялика на русский язык. Из той книги, которую я показал, это 16-го года книга, год 10-го года, с моей точки зрения, просто необыкновенно. И там, значит, эпиграф. И сказал Амация Амосу, Провидец, беги, бежать, о, нет, привык у стада, я к важной поступе вола. Мой шаг тяжел, и речь без склада, и как секира тяжела. Мой пыл угас, и в сердце холод, но не на мне зато позор не встретил на ковальне молот, и в гниль обрушился топор. Что ж, покорюсь судьбе решенной, свяжу свой скарб, стяну к ушак, и прочь пойду. Сыны паденной, не заработавший батрак, и будут рощи мне подруги, и будут долы мне приют. А вас, а вас лихие в юге, как сгнивший мусор разметут. Я еще парочку цитат приведу, по памяти, конечно. Во-первых, Ассергин, который написал в году в 30-м, что есть так много талантливейших евреев, которые так любят нас, и русский язык, и русскую литературу, и так стараются. Я бы их всех связал тонкой веревочкой, и отдал за неизменно холодно любезного по отношению к нам Жаботинского. Ассергин можно было, он, как известно, сделал реформистский гиев. Да, конечно, он женился на дочери Хадрама, да, но потом развелся. Я не знаю, как он разводился. Вот, но он развелся. Вот, понимаете, вокруг него было столько имен евреев, которые действительно все начали. Ну, и, конечно же, Чуковский. Чуковский, у которого, кстати, вообще-то, хотя у него отец был евреев, отношение к евреисту было такое, я бы сказал, бивалентное к евреям русской территории, но Жаботинского он считал своим учителем. Про Жаботинского он писал только восторженно, и это тщательно вымарывали из воспоминаний о Чуковском, там, я помню, оставили, журналиста, писавшего под синоним Альталена, вымарывали. А его переписка с Жаботинским, Чуковским с Жаботинским, точнее, письма Жаботинского и Чуковского, они долго время хранились в Москве, и тут Жаботинского воевал за то, чтобы хотя бы копии их переправили в конце концов. Да, это Жаботинский в русской территории, но Жаботинский и еврит это еще одна отдельная вообще говоря баллада. Дело в том, что Жаботинский родился сын в 10-м году, который потом был членом Кнеста, кстати говоря. так вот он со своим сыном с детства был только на иврите. Дело в том, что вообще само понимание того, что сионизм невозможен без перехода на иврит, это было совершенно неочевидно. Ну, известно, что тот же Герцель, когда на втором внесли резолюцию о том, что официальным языком будет иврит, он спросил, здесь есть хоть кто-нибудь, кто знает иврит настолько, что может подойти и попросить на нем в кастере железнодорожные билеты. Для Жаботинского это был вопрос принципиальный, переходный, не только говорил с сыном, это было довольно редко, когда был юбилей, все пришли и поздравляли его на идише, конечно, Жаботинский произнес речь на иврите, хотя он прекрасно знал идише и выступая перед ивритическими рабочими, конечно, на идише. Он, кстати говоря, тоже знаменитое стихотворение Эдгара Лана По, Ворон, его перевод классический на русский язык, он же его перевел и на иврит тоже. То есть он три раза переводил. Он переводил Ворона в 97-м, году, 1897-м, русский язык, потом его же перевод на русский язык в 1931-м и его же в то же самое время на иврит перевод. И кроме того, он перевел на иврит Данте? Да, Тофет. Он перевел, это блестящий перевод, между прочим, до сих пор пользующийся, нету другого перевода. Вообще-то есть уже другой перевод, но там Данте переводился чаще на иврит, чем другие книги. Я как раз это пользуюсь, потому что я, когда перевел Евгения Онегина, то меня спрашивали, а зачем еще вас переводить? Ну, и я, соответственно, сказал, ну, Данте же можно переводить несколько раз. Вот. По поводу иврита я еще одно скажу. Мне довелось слушать запись. Вот какую запись. Дело в том, ну, я сразу спрашиваю, какое отношение имел Жаботинский к театру Габима? Кто-нибудь знает? какое отношение имел Жаботинский к театру Габима? Отвечаю. Он обучал актеров театра Габима правильному произношению иврита. и сохранились записи его уроков. Это мы ставили. Что-что? Мы ставили эти записи по дороге тому назад. Было Каша. И он, конечно же, он всегда произносил правильно Шва-на и Шва-нах и правильно Дагеш выговаривал. Значит, вот история и, кстати говоря, он интересовался разными темами, он пытался писать на иврите латинскими буквами. У него была, была так, не у него, он попробовал, была такая довольно популярная идея в свое время, что иврит замечательный язык, но надо бы перейти на латинский алфавит. Он попробовал, потом сказал, что это неестественно получается, но сначала ему интерес и заинтересовал. Так что Жаботинский это явление литературное тоже. При этом... Дай мне на секундочку тебя прервать и сказать, обратите внимание, кого Жаботинский переводит на те или иные языки. Это очень интересно. Вот ты сказал, что он знал десятки языков, понятно, что писал он на каком-нибудь десятки, знал действительности десятки. У него есть вот как раз прекрасный совершенно перевод части поэмы, которая называется Мирье, это Фредерик Мистраль, это называется Магали, это он переводил с окситанского языка. Это не французский язык, это окситанский и между прочим именно за то, что Фредерик Мистраль писал на окситанском языке, он получил в 1904 году Нобелевскую премию. То есть обратите внимание, он переводит основоположника Фредерик Мистраль для окситанской литературы. Хаим Нахман Бялек для литературы еврейской, литературы на еврите. Эдгар Алан По для американской литературы, пусть это английская, но это американская литература все же, да, на это самое. Данте это вообще основатель европейской, всеевропейской литературы. Франсуа Вийон основатель французской литературы, да, Лорд Байрон, у меня здесь нет его, но он и Лорда Байрона переводил, и Габриэль Данунцио, как бы такой главный, такой новейший поэт Италии. То есть обратите внимание, ну, там звучит проза Джоренюали, но это не важно. Смотрите, как это все интересно, в действительности, как это здорово и вкусно. А какие переводы, можно ли мне, будет ли мне разрешено прочитать перевод Вийона. Самое знаменитое стихотворение Франсуа Вийона это баллада поэтического состязания в Блуа. Ее переводило более десяти человек. Я могу перечислить всех, если это кому-то интересно, кто это, кто переводил, но это не принципиально, переводили Корнеев, какие там Стрижевская, там, Перелешин, Ларин, кто только это не переводил. И вот Владимир Евгеньевич Жаботинский баллада поэтического состязания в Блуа. Я у ручья томлюсь палимой жаждой, огнем горю от стужи трепеща на родине, где звук и вид не каждый далекий чушь, лохмоть и парча, гол как червяк в одежде богача, в слезах смеюсь, хочу лучей и грома, жду новизны, что мне давно знакомо, и радуюсь с недаемой тоской, и все, я всемогущ, бессильный, как солома, я званный гостью всех, для всех изгой. Я убежден лишь в том, что непонятно, и только то, что явно мне темно, мне кажется обычным, что превратно, сомнительным, что ведомо давно, всегда везет, а счастья не дано, настала ночь, шепчуя на рассвете, страшусь упасть лишь лягу на покой, вельможный мод, голодный и скупой, наследник царств, которых нет на свете, я званный гость у всех, для всех избой, гонюсь за тем, что только взор увидит, и не хочу, постыло все вокруг, кто доброе мне скажет, тот обидит, кто подтолкнет на гибель лучший друг, кто мне солгал, что топ укромный лук, что ворон злой есть лебедь благородный, тот будет не наставник путеводный, ложь для меня, лишь правды лик другой, все видя слеп, творю навек бесплодный, я званный гостью всех, для всех изгой, принц, это все, конец моей балладе, о мелочи под грузом книжной клади, о барине, родившемся слугой, а смысл ее подайте Христа ради, я званный гостью всех, для всех изгой. Вот такой вот совершенно блестящий перевод, считается, равно как и ворон аттестатным переводом в русскую литературу. Я вот не знал, что он переводил Габриэль Деянунса, не читал переводов, вообще это гениальное стихотворение. Давай. Я, как ловец, уставший на лову, он лег в тени под яблони, день прожит, уж он оленей чутких не встревожит, и не натянет больше тетиву, плоды манят сквозь яркую листву, он ему пасть ленивый не поможет, подымет он лишь то, и то быть может, что вольно ветвь обронит на траву, но и вонзиться в сладость он глубоко зубам не даст, что в глубине, то яд, впив аромат, он пьет росинки сока, не тороплив, не грустен, и не рад, овеян миром гаснущего света, была недолгая песня его испета. Надо сказать, что Жаботинский в переводах он выбирает вещи для переводов, он может себе это позволить, такие, которые говорят его сердцу, это даже у него есть перевод такого, в общем-то, забытого еврейского поэта Якова Кагана, которого он переводит, потому что, или не потому, я не знаю, может быть, он ему понравился, с идиша, потому что Яков Каган, в конце концов, присоединился ненадолго, довольно быстро умер, в конце 20-х или начале 30-х года он присоединился к ревизионистскому движению, и совершенно замечательный перевод, я не видел никогда, как это написано на идиш, но совершенно замечательный перевод вот этого Якова Кагана, и опять же, та же самая тема, такая, знаете, немного, с одной стороны это романтика, с другой стороны это такая интеллектуальная резиняция, если можно так сказать, вот, совершенно, я не буду его читать, потому что иначе получается, что я только и делаю, что читаю стихи, но вообще-то... У тебя хорошо поставленный голос. Очень жалко, прочитайте, пожалуйста. Считай, считай. Прочитайте, Совершенно замечательное стихотворение. Опять же, совершенно забытый поэт, вот казалось бы, с одной стороны, он переводит великих, а совершенно забытый поэт, Яков Каган родился в 1881, если я не ошибаюсь, умер, в конце 20-х. Был мне зов полный жалости, гнева и боли, как набатная медь. Трус, дано тебе пламя, но не дано воли запылать и сгореть. Твое сердце и мысль и душа словно хлопья без ствола и ядра. Твоя жизнь не твоя, и работа холопья, и весь мир твой игра. Уходи, человек, от усадьбы и стада и пшеничных полос. Уходи, без дороги и шапки не надо. Так, оборван и босс, Бог накормит, как ворона, волка и вора. Спи на кочке степной, голь бездомная лучше замка и забора и уюта с женой. И скитайся, иди, пусть как топи проселки и шипы как ножи. Ты бреди, рассыпая по людям, осколки огнетворной души. Бросят камень, прими, не проси лишь о хлебе и платить не вели. И так познаешь ты силу и Господа в небе, и покой на земли. Смог и мрак мой расторся, как громом расколы, дивный свет предо мной и великий, бездонный, безжалостный холод на стезе ледяной. Мощнейшее стихотворение. Я еще раз повторяюсь, я совершенно не уверен, что в подлиннике настолько это мощно. Дело в том, что Жаботинский вкладывает в поэзию самого себя. Но все-таки я хочу сейчас уйти от этого и передать слово Зееву, Зееву, дорогой. Я хотел бы тут еще один момент связать литературу и все-таки идеологию. Конечно. По двум направлениям. Тут мы сейчас вытолгаемся в такой очень тонкой области. Габриэль Де Анунсо не только великий, безусловно, поэт итальянский. Итальянский. Да. Дело в том, что он на его счету, на его послужном списке феноменальная авантюра. Которую хотел повторить в Жаботинске. Что-что? Которую хотел повторить в Жаботинске. В каком-то смысле, да. Нет, нет, не в каком-то. Я потом скажу. Ты расскажи про авантюру, я скажу. Ну, авантюра знаменитая Габриэль Де Анунсо это так называемая республика Фиуме. Совершенно верно. Республика Фиуме. Там был некий спорный район, который после Первой войны отошел к Ковридству Югославии. А Габриэль Де Анунсо решил, что нет, это будет наша итальянская территория. Итальянская первенство не хотела вмешаться. И он создал там свое независимое якобы государство. На горной карабах. Ну, нет, это было все не так. Там никто не погиб. Нет, конечно, нет. Там, это был какой-то непрекращающийся фестиваль. Это, 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 совершенно невозможно, там, поэты читали стихи страдоначи. Основным источником дохода была просто пиратская деятельность, захватывание и облиг. Но никто в этом не погиб. Ну, в конце, как в анекдоте, пришел лесник и всех разогнал, конечно. Но это длилось год, год. Больше, больше 16 месяцев это длилось. Это вообще какая-то совершенно феноменальная история, если вдуматься. Совершенно финальная история. И когда смотришь на Портед Габриэль Данунсо и другие, это трудно в это поверить, потому что такие умные глаза, так и взгляд. Но он был человеком очень восторженным и он его, между прочим, его привлек, Габриэль Данунсо привлек итальянский фашизм всеми этими парадами по Крым-6. Да, специально его в одежде, так сказать, итальянских. Но, правда, это... Это не та. Он все-таки был военным летчиком, давайте вспомним. Значит, он все-таки, но видно, что это не какой-то, извините, придурок. Видно, что взгляд умного человека и так далее. Но он был настолько театрализованным человеком по своей натуре, что он создал театрализованное представление в виде государства. И ему все эти театральные шествия фашистов нравились. И вообще тогда существовала некоторая опасность. Опасность состояла в том, что Муссорини тоже оперировал национальными идеями. Он, собственно, из-за национальных идей, он же когда-то даже был пацифистом, но он был членом социалистической партии. Он вышел и создал церемонии. И был некий вот такой некий общий апофеоз возрождение национальных идей, национальной империи. Вообще национальная империя это вместе никогда хорошо не идет. К истокам и все прочее. И дело в том, что вообще говоря, некоторые сионистские деятели, и не только сионистские деятели, не забывайте, что то, идентификация фашизма и нацизма это позднейшая историческая ошибка, и поначалу было совершенно непонятно, как все это будет развиваться. Некоторые сионистские деятели вполне, ну не то чтобы с симпатией, но с пониманием вот к этой эстетической стороне фашизма относились. В то же время, ну вот известно, что по встрече Вайтсм с мусульними, но дело в том, что именно Жаботинский с его любовью ко всему итальянскому, к итальянскому духу, Гарри Бальди, к итальянской поэзии, и к тому же Габриэль Д'Анонце, и Данте, и так далее, и так далее, он отрицательно отнесся к фашизму из эстетических соображений, его эстетическое чутье, которое цементировало его идеологию. Я сейчас не помню точные его цитаты, он писал, что это какая-то вообще обмерзительная пародия на все, что мне было дорого в Италии. Так он написал, я не помню, можете найти там, поискать, погуглить, его точные, и это он писал, потому что он очень сердился, что некоторые сионисты это множат, тоже что-то такое у них есть. И поэтому меня всегда очень возмущают, когда в разных странных источниках пытаются каким-то образом представить его как... Это потому, что у нынешних людей капсульное мышление. Вот если человек националист, каковым был в действительности Жаботинский, понятно дело, что он националист, то, естественно, как всякий националист, он должен находиться в некой капсуле. А раз эта капсула в ней есть там где-то в Муссолине, то вот так вот у них это делается. В действительности он пишет, если у меня есть духовное отечество, то это Италия, а не Россия. Это прежде всего духовное отечество. И тут я хочу сказать одну очень интересную вещь, на которую никто никогда не обращает внимания, а потом я хочу, чтобы мы с тобой перешли на женский вопрос. Я хочу сказать одну очень интересную вещь, на которую никто не обращает внимания. Я не случайно сказал, что Жаботинский человек возрождение ну даже и про то возрождение что я очень надеюсь что конце концов когда-нибудь его искры готовым заранее вот то что я читал секретарение якова кагана да что эти искры они в конце концов дадут сходы но тот есть интересный момент он переводит данте и в общем то судьба данте как и судьба виона для него это его судьба ведь данте в 37 лет был изгнан из любимого города 37 лет из форенции вион еще более ранее двадцати там 5-летним 6-летним точно сказать ну правда он возвращался уходил и заботинский 17 января 1930 года по решению шанселера так сказать ответственного за колонии министерство колоний наместника таскать он был отстранен от своей земли вот эрец израиль от под мандатной палец палестины вот земли израиля и никогда в течение десяти лет оставшихся ему жизни никогда не мог ехать как бы течение этих десяти лет не просили друзьям и джаботинский это такой данте в изгнании как данте не смог вернуться во флоренцию на родину точно также джаботинский не смог вернуться на две родины в одессу об этом мы говорили на прошлом и сюда на святую землю это важнейший момент и вот это вот вот это вот этот момент накладывается у него и на литературу и тут я хочу вам сказать тут мостик к тому что сейчас скажет женским образом потому что еще одна родина жаботинского это любовь это ласка и в его женских образах это как никогда выявлено зэв дорогой ну через всю жизнь зэв пронес зэв жаботинский пронес любовь к одной женщине трем к маме сестре и жене ну хорошо да маме сестре и жене это правда маме сестре и жене хотя я вообще уже ботинского я сейчас вспоминаю как много я хотела сказать как это не туда пошла например хотел сказать у него есть замечательный рассказ про пасхальный седор например совершенно изумительный вот и я всегда этим рассказом начинаю пасхальный седор у себя дома про еврейскую маму мою сестру много чего говорит но к его жене у меня даже получилась личное отношение в том что возможно некоторые знают существование школ МОФЭТ когда когда-то я ну был такой грех на моей совести значит и придумывался названием и вот школа жаботинской имени Анны Марковны Жаботинской выжденной Гальпевиной и так далее его знаете любовь это такая вещь что про нее очень трудно говорить про нее легче как раз писать стихи и тогда это получается аутентичное есть это не единственное любовное стихотворение Жаботинской но может быть самое пронзительное вообще стихотворение это он написал его в 32 году то есть получается серебряная свадьба его да он женился в 17 году серебряная свадьба с Анной Гальпевиной Жаботинской и называл Мадригал он совершенно не случайно назвал Мадригал потому что вообще Мадригал изначально это музыкальное произведение и он точно так же как он он был очень очень музыкально чувствителен и когда-то Мадригал это было музыкальное произведение которое исполнялось с текстом на любовную тему он назвал само стихотворение без музыки Мадригал и посвятил его своей супруге и тут я должен сказать что это дело в том что я сейчас думал что закончил я делаю антологию переводов серебряного века там несколько десятков авторов которые я вот внес список и так далее и сейчас находится ее проверяют значит огласовки и все прочее вот и тут вдруг когда готовилась передача вот возникла идея они перевести ли Мадригал Жаботинского я это сделал и я его включил в последним стихотворением в антологии серебряного века потому что он серебряный век сам по себе был возрождением русской литературы но он в качестве такого вот эта звезда возрождения она была и наша не только потому что было много поэтов но потому что там был Жаботинский он поэт возрождение поэт серебряного века я спросил нескольких людей была разная реакция решил что моя точка да он поэт серебряного века но я думаю что если почитаешь сегодня по-русски а я тогда почитаю на еврейском хорошо я сейчас прочитаю по-русски но я хочу сказать одну вещь смотрю как интересно Жаботинский полюбил Анну Марковну когда ей было 10 а ему там 17-18 это история про Данте и Беатриче конечно 9 ей было 8 обратим внимание как это совершенно потрясающе сочетается и у него есть фраза я хочу просто подтвердить то что ты сказал у него есть фраза в статье вера музыка и поэзия две могучие человеческие эмоции человек у которого отсутствует одна из них или обе человек душевно скудный и обойденный судьбой он не был обойден судьбой и вот я как раз хочу прочитать это стихотворение если вдруг конце я начну плакать не обижайтесь я всегда потому что гениальное стихотворение совершенно с моей точки зрения должно входить в любую антологию русской литературы не важно какое это я согласен что это конец серебряного века уже исход серебряного века 32 год стихи дровкин вы мне сказали раз а для меня и вдохновение нема но может быть вся жизнь моя поэма и каждый лист не говорит о вас когда-нибудь за миг до той зари когда господь пришлет за мной коляску и я на лбу почую божью ласку и зов в ушах я жду тебя умри я допишу за час до переправы поэмы той последние октавы в ней много будет глав иной главы вам мрачными покажутся страницы глухая ночь без звезд одни зорницы но каждая зорница это вы и будет там зорни и будет там страница вся в сирене вся в трепете предутренней травы в игре лучей с росой но свет и тени и каждая росинка это вы и будет там вся быль моих скитаний родины все десять языков шуршание знамен и женских тканей блеск эпалет и грязь тюремные рвани народный блеск и гомон кабаков мой псевдоним и жизнь моя качели но не забудь куда б не залетели качелем путь вокруг одной черты и ось моих мечтаний вечно ты да много струн моя сменила скрипка играл на ней то звонко я то хрипка и гимн и джаз играл у алтарей и по дворам и просто так без толку но струны все не свил господь из шелку твоих русалочих вот но теперь перевод перевод перевода сейчас я что был виден перевод я пока сейчас сделаю шер чтобы его можно было еще и посмотреть вот он так шер нажали секунду видно или нет вот видно 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 хорошо я буду читать с экран тут есть нечто что мешает я уберу вот это я уберу и надеюсь значит перевод как я уже сказал сделан в общем-то для этой передачи но включен в антологию и перевод посвящается разумеется любимой женщине вот собственно я читаю шерим ла-херим шерим ла-херим кахпа митаемт ובשבילи ашרתка елемет אולי חיי כולם шера פה אמת ובה шура шура אלייך הן בלבד о colour от Продолжение следует... וייכנסו כל נדודיי לספר, כל מולדות, כל עשר לשנות, רישוש הדגל ורישוש בדי השפר, תינוף מדי עשיר, ניצנוץ כותפת, שעון פונדקים וזוהר כיכרות, שמי הבדוי ושם חיי נדנדת. אבל זכרי, אולה היא או יורדת, אך נע מסביב לי קו אחד, וציר חלמותיי לנצח, את. את מיטרי החלפצי ולופם, וכנורי ניגן ברוגה ובזעם, ימנון וג'ס, גם במופס תמי, במקדשי, בעספה רועשת. אך, את המטטרין שזר הל מימש של תרתלהיך, בת ימי. זה גנייףליף פריגר Θפה. זה קצת לרקע. זה. זה pont גדולדת את הרגע. לא קצת, לא קצת. זה קצת. זה קצת מיי�ảש. לא קצת. זה. קצת. nic MINUS. cא iced. תק developmentalת. Princess mówią להם. זה קצת 1080p. נקשת לרקע. גדולדת. תקשת. Я очень рад, потому что есть люди, которым нравятся мои переводы, которые их читают. Смотри, обрати внимание, обрати внимание, что имя Зеев тебе дано не случайно. Да, но по тем же причинам. Дело в том, что Зеев Жепутинский тоже был Владимир Вольф в собственности. Почему я стал Зеев? Потому что меня назвали... Почему я стал Владимиром? У меня обратный путь, да? Моего прадедушку... Олег Вольф. Олег Вольф. Вольф Кольцев. И его, значит, естественно, я нашел его Китубу. Точнее, мой родственник в Англии нашел его Китубу. Он, конечно, был Вольф Зеев. Поэтому, когда я родился, решили называть меня в честь него. Ну, а дальше все пошло Малейхому, естественно. Вольф, это Вельвелет, так называют. Думаю, Вельвелет похож на Володя. Так что я стал Владимир. Но когда я уже стал учить эврит в Москве, страшно сказать, сколько лет назад, 40 лет назад, то учитель сказал, так, все выбивают эвритские времена. Для меня было совершенно очевидно, какое эвритское время и имя выбрать. У Жаботинского есть такой малоизвестный рассказ, называется «Толстый пепинок». Совершенно замечательный рассказ. Да, я читал. Да, я знаю, что ты читал, без вопросов. И там, если ты помнишь, этот герой называет Жаботинского, называет его Мирицу. Так вот, Мирицу. Дорогой мой, мы закончили. Огромное спасибо. Друзья мои, вопросы? Вопросов, как всегда, море и много. Говорите. Привет. Мы будем рады обответить. Как по этому поводу говорил Игорь Северянин, я оботвечу ваши вопросы. Жень, вопрос. Вот как раз-таки сейчас прочли Мадригал. Гейзель, спасибо за переводы и за участие в лекции. Слышно? Да, только можно ли представиться? Майя Король. Очень приятно. Так, заяв Гейзель. А вообще-то мы знакомы достаточно. Да, мы знакомы, конечно. Появилось имя Майя. По имени угадать человека очень трудно. И когда меня называют по фамилии, я всегда как-то удивляюсь немножко. Ничего против не имеют. Хорошо, я слушаю внимательно. Нет, просто в силу давности знакомства. Да, понятно, логично. Когда меня называют по фамилии, я знаю, что это мои друзья. Понятно, логично, да. В том числе. Вопрос. Ты сейчас читал Мадригал. Понятно, что Мадригал – это некоторое… Жень, и вопрос к тебе. Да. Часть куртуазной поэзии, да? Ну, отчасти, конечно, не счастью. Нет, дело в том, что за этим стоит очень интересно. Это я, как всегда, со своими культуртрегерскими парадигмами вылезаю, извиняюсь. Но достаточно интересно просто пришло в голову, да, что куртуазная поэзия, понятно, кому посвящена, и какой женский образ за этим стоит. Да, мы знаем. Понимание, что это посвящено жене после 25 лет. Не только, сама форма Мадригала мы берем. Но здесь очень интересно, и как раз, Володь, я тебе очень рекомендую, может быть, с консультацией обратиться и к Зое Капельман, который и литература веты, и переводчик, и Хамуталь Бар-Йосеф, которая занималась серебряным профессору… Я знаком с ней, знаком с ней, если я не ошибаюсь, да, занималась Хлебниковым. Ну так вот, у Зои Капельман, как раз я посмотрела, пересмотрела старая замечательная ее статья, в основном об Иуде Олеве «Сионидо – паломничество души». И «Сион» как женский образ, любовь к «Сиону»… Что у тебя написано здесь? Ты видишь, это я. Так, что-то еще бывает? Маечка, солнце мое. Послал куда-то от нас. Жень, проваливается звук. И кто-то еще параллельно говорит. Я прошу извинить, я просто на час ушел вот тут от семьи, значит, с извинением. Поэтому, если вопросы есть ко мне, я с удовольствием отвечу на немногочисленные вопросы трудящихся. Я должен буду как-то… Мне было сказано, что час. Тогда конкретный вопрос. Хорошо, ты переводил Мадригал, ты переводил его на слух? Или… Понимаешь, сплошные глупости, говорит человек. Нет, нет, друзья мои, я вас очень прошу. Давайте мы не будем обсуждать. Это вне, так сказать, контекста наших текстов. Что значит на слух? Я тебе не права на свои вопросы. Да, конечно. Что значит на слух? Я взял текст. В этом тексте есть… Значит, поэтический текст включается не только слова. То есть, слова, конечно. Там есть просодия специфическая. Там есть, значит, аллитерации. И некоторые аллитерации, такие как поэма и поэмет. Это я использовал то, что есть, видите, что нет, в других местах. Заменял на другие, значит, там, аллитерации. Старался, чтобы все-таки, чтобы фонетический был. Конечно же, это все-таки другой язык. Это перевод. И есть, по-моему, я, значит, он создает тот же фонетический образ, а не только смысловой, на мой взгляд. А просодия и порядок, рифм, конечно же, сохраняется. Перевод должен петься точно так же, как поется оригинал. Вот это мой принцип, понимаете? Это, кстати говоря, поэтам перевод белых стихов, он, как ни странно, иногда сложнее, когда там великие стихи, потому что там музыка иначе формулируется. Поэтому это трудно, труднее иногда переводить. Но здесь было понятно, это просодия, это классические. Есть размер, вот кроме вот этого обрыва в конце, такие у него в конце, у Жаботинского кончается короткой фразой, короткой строчкой, и я закончу короткой строчкой. Вы можете посчитать по числу слогов и так далее, по размеру просодий и по частотности, если вам хочется, по частотности фонетической. Нет, ну, такой специфической работой никто не будет заниматься, конечно, это интересно на твой взгляд. А на твой взгляд, как это делал Жаботинский, как он переводил, он переводил так? Я не знаю, вот тут я не знаю, это я не имею в виду. Это, может быть, знает Фишзон, я не знаю, как он переводил. Значит, дело в том, что в России существовала большая традиция стихотворного перевода. К этому моменту она уже сверла уже более ста лет. Поэтому, ну, классический, современный русский язык, да, там перевод Жуковского, там еще что-то такое. Пушкин, вот, поэтому я тут не буду, я не знаю, как он переводил, я знаю, как я перевожу, это я знаю точно. Я знаю, как переводят некоторые другие люди, которые вы упоминали. Я знаю, как я перевожу, за это я отвечаю. За переводческую кухню других я никогда не отвечаю. Нет, ну, это именно в сопоставлении с Жаботинским интересно. Ну, вот замечание Иванова, который лично знал Пастернака, поздний Пастернак как раз очень старался уйти от аллитерации. Дорогая моя. Ну, это Пастернак. У меня другая фамилия. Давай мы о Пастернаке не будем говорить. О Жаботинске нам... Это интересно, я выясню, я никогда не задумывался над этим. Я не переводчик, у меня это не... Мне это не, так сказать, неизвестно, но я постараюсь выяснить. Кстати, тут написала Наталья Гудкина по статью Марголина о Жаботинском на следующем, на следующем диалоге. У нас будет диалог с Ефимом Риненбергом. Он оставил в театре микро Самсона Назарея. Вот там у нас как раз будет и о Самсоне Назарея, и как раз статья Марголина сыграет свою роль в этом разговоре. Есть еще какие-то вопросы? Есть вопросы? Большое спасибо, ребята. Чтобы задавать вопросы, мне кажется, надо еще пару раз прослушать все, что вы сказали. Поэтому я оставляю за собой возможность их задать после этого. Спасибо, спасибо большое. С удовольствием. Не уходите, друзья мои. Я хочу вам сказать, что вам будет разослан, как это называется, опросник, потому что следующий вторник – это конец наших диалогов о Жаботинском, и последний, четвертый диалог. И по этому поводу мы вам разошлем вопросник с просьбой, что бы вы хотели услышать из наших уст, кого, какие темы, какие направления и так далее, и так далее. Вот вам будет, как это сказать, вам будет большое поле для деятельности и для любых вопросов и предложений. А за всем позвольте Зееву и мне откланяться огромное вам спасибо. Вы прекрасны. Я был счастлив вас всех видеть. Это было очень здорово. Еще раз здесь. Спасибо тебе. Спасибо за вашу перекличку. Потому что переводишь ты. Я завидую только. Вот эта перекличка ваша была замечательная, очень интересная. Живой и интересный. Мы старались. Мы старались. Бело-голубой завистью. Да, мы друг друга очень уважаем. Женя. Чего доброго. И жилье. Большое спасибо. Женя. Чего доброго. Можно вопрос? Можно. У меня есть музыкальная драма «Самсон», написанная Рывкиным. Это в Америке живет товарищ. Вас это интересует? Ну, давайте мы об этом поговорим на следующем. Потому что в действительности «Самсон» – это… Давайте вы, пожалуйста, обязательно будьте на следующий вторник, и мы об этом поговорим. Если вы можете мне до этого прислать эту драму, я буду рад. Но мы будем говорить о «Самсоне», «Назарее», романе Жаботинского. А видите, дело в том, что тут нужно сказать, что уже теперь, уже лет 30, как в русскую литературу, медленно входит в Жаботинский. Ему препятствуют всякие люди, в том числе какие-нибудь там Димы Быковы. Но он, тем не менее, входит и войдет. У него есть два основополагающих романа. Это «Пятеро», о котором мы говорили в прошлый раз. И это «Самсон Назаре», о котором мы будем говорить в следующий раз. Это необыкновенная вещь. Но давайте об этом поговорим в следующий раз. Если хотите прислать мне, то пришлите. Вы записаны в группу, пришлите. На группу… Как я могу прислать? Не можете? Вот это. А-а-а. Ну, хорошо. Я могу зайти в музей Бегина. Только скажите, когда. Я здесь в любой день. Вы в Евросоле и живете? Да, да, да. Я здесь в любой день. Хорошо. Запишите мой номер телефона. Запишите мой номер телефона, пожалуйста. Записываю. 054-777-9229. 054-777-9229. Хорошо, все понятно. Спасибо. 2-229. Все. Сейчас не звоните, у меня телефон отключился. Звоните завтра. Я не буду. Нет, отключился, Жень, но у меня было там 7%. Ну, то есть, там есть какой-то там 1%, но все равно он сейчас… Всего доброго, до свидания. Жень, на мой взгляд. До следующего дня. До следующего дня.